В Челябинске появятся датчики контроля вредных выбросов в воздух. Их установят на стыке районов города, подобно видеокамерам, на столбах или на многоэтажках. Это нововведение Борис Дубровский озвучил на заключительном совещании рабочей группы по подготовке к госсовету. Оно составилось в Москве. Инициативу губернатора поддержали федеральные чиновники. Вот что рассказал нам по телефону пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федичкин. Не территория промышленных предприятий, а на жилых зонах. И на основании показателей этих датчиков рассматривайте вопросы по применению санкций к тем предприятиям, которые наносят вред окружающей среде. Борис Александрович в очередной раз выступил за расширение полномочий региональных властей в вопросах улучшения экологической обстановки. Передача части этих полномочий в субъекты Российской Федерации. Он подчеркнул, что очень важно в сегодняшнем этапе отвечать интересам людей, улучшать ситуацию в тех вопросах, которые они ставят. При этом отметил, что показатели, по которым оценивается экологическое благополучие регионов, относятся к федеральным полномочиям. И региональные власти имеют низкие возможности для того, чтобы как-то влиять на эту ситуацию. Кстати, в этом вопросе его абсолютно поддержал помощник президента Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин, который подчеркнул, что это полномочия федеральных субъектов. Общая позиция, которую можно озвучить от региональных властей, это желание, намерение итогового проекта доклада приземлить, сделать менее академичным и более конкретным. И сконцентрироваться на тремя ключевыми вопросах, которые на сегодняшний момент волнуют население. Это вопросы состояния атмосферного воздуха, это состояние с питьевой водой и вопросы, связанные с твердобытовыми отходами. Рабочая группа до 11 ноября обобщает последние предложения, которые поступят от экспертного сообщества, от региональных властей, от общественных организаций. И 28 ноября, после того, как Борис Александрович познакомится с токовой версией доклада, и она будет передана уже помощнику президента Игорю Евгеньевичу Левитину.